Когда наступило лето, мы женой сели думать, куда полететь в отпуск. Моя тёща Лидия Сергеевна сказала, что хочет полететь в Африку, потому что давно мечтал увидеть живую обезьяну. Я посоветовал ей посмотреть в зеркало и успокоиться. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. Я полетел один. С балкона. После снятия гипса я купил три путёвки в Эфиопию. Приехали. В первый день была прогулка на верблюдах. Мы с женой селись, каждый на своего. Когда самый невезучий верблюд увидел Лидию Сергеевну, он понял, что эта прогулка будет для него последней. Тёща потрепала верблюда по морде и сказала, ну шо, кэмэл, покатаемся. Пока она залезала на верблюды, губы последнего шептали классическую фразу, боливар не выдержит двоих. Но было поздно. На протяжении всей поездки корабль пустыни стонал и матерился. Но мужество я нашёл вперёд, проваливаясь в песок по колени. Тёщины колени. Когда Лидия Сергеевна запела по диким степям за Байкалья, верблюд и воспринял это как приговор. Через пятьдесят метров он написал копытом на песке, прощайте, жизнь больше не имеет смысла. И одним горбатым в Африке стало меньше. На следующий день во время обеда ко мне на лоб села муха. Решив, что эта муха ЦЦ, тёща убила её наотмашь ладонью. Когда я открыл глаза и лежал в двадцати метрах от нашего столика. Из памяти начисто исчезли двадцать лет супружеской жизни. А мне подошла какая-то женщина, сказала, что она моя жена. Я сказал, что она обозналась, и я холостой. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. С последующим ударом ногой в затылок моя память вернулась в полном объёме. На следующий день мы пошли прогуляться. Во время привала мы с женой съели один банан на двоих. Тёща пожирала копчёную баранью ногу вместе с копытом. Мимо пробегал голодный гепард, схватил ногу и дал дёру. Он думал, что он самое быстрое животное в мире. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. Через десять минут она тыкала гепарда мордой в копчёную ногу барана, повторяя «Нельзя! Нельзя!» Гепард жалобно мяукал. На следующий день во время очередной прогулки у нас напала племя людоедов-каннибалов. Увидев Лидию Сергеевну, не поняли, что их продовольственная программа выполнена на два года вперёд. Вот только завалить тёщу. Наивнее. Завалить тёщу смог только один человек на свете, мой тес Николай Петрович. После последующей экзекуции каннибалы навсегда стали вегетарианцами. Потому что жевать мясо беззубым ртом невозможно. На следующий день тёща решила позагорать. Пробегавший мимо бородавочник, увидев тёщу в мини-бикини, понял, что не такой ушёный бородавочник. На следующий день мы катались на джипе. На очередном повороте из тёщины сумки вылетела краковская колбаса. Пошарив в кустах, она достала колбасу обратно. Колбасой оказалась пятиметровая анаконда. Они посмотрели друг другу в глаза. И тут рептилия открыла страшную пасть и обнажила ядовитые зубы. Анаконда свою пасть открывать не стала. «Живи, червяк, навоз!» сказала Лидия Сергеевна и выкинула змею обратно в кусты. Униженная рептилия наглоталась камней и утопилась в ближайшем водоёме. На следующий день во время очередной прогулки из чащи вышла огромная горилла. Схватила тёщин фотоаппарат и залезла на пальму. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзость и полезла на пальму вслед. Под тяжестью двух человекообразных пальма согнулась до самой земли. Горилла спрыгала на землю. Лидия Сергеевна не успела. Пальма резко распрямилась. Словно МИГ-29 тёща полетела над просторами савальны. Горючи лилось из самолёта на протяжении всего полёта. В НИБЕ раздался громкий хлопок. Это Лидия Сергеевна преодолела звуковой барьер. Хотя на самом деле это был просто страх. Позже местные учёные рассказывали, что видели метеорит, который матерился при падении. На следующий день мы поехали на экскурсию в саванну. Увидев стадо буйвола, тёща словно гиена кинула с самого средину, зажала старую буйволицу между двух кустарников, лихо надоела ведро молока и вернулась обратно. И только через полчаса экскурсовод признался, что буйволицу в этом стаде не было. Тёщу очень понравилась Африка. Когда мы приехали домой, она включила телевизор, чтобы посмотреть последние известия. Там показывали американского президента. Она сказала, что мужчина с этой внешностью когда-то приставал к ней и даже обещал жениться, но потом сбежала. Но Лидия Сергеевна никогда не прощала дерзости. Поэтому скоро мы едем в Америку. Пожелайте нам удачи. Спасибо.